Анапа Финансирование национальных проектов в нашем крае на этот год 67 миллиардов рублей Это, конечно, огромная финансовая поддержка Еще раз подчеркиваю, в решении тех проблем, которые мы в крае вместе решаем Посредством национальных проектов И еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно, мы должны этим пользоваться, воспользоваться И каждый наш проект должен быть доведен до логического завершения То есть до результата И люди должны этот результат увидеть Любой соцобъект, будь то школа, поликлиника, детский сад, спортивный объект Люди ждут, вот как только приступили к закладке даже фундамента Все, уже ждут Поэтому здесь переносы, они не допустимы Разрешите пустить газ на газовое оборудование детского садика? Разрешаю, пожалуйста Приступаем У двух дизельных котлов в техническом помещении детского сада «Хутора Иванов» рабочие дни завершились давно На смену красным машинам пришло новое газовое оборудование В рамках президентской программы в здании 1968 года постройки завели голубое топливо В общем, благодарен вашей команде за такую, самое главное, последовательную и постоянную стабильную и заботу и поддержку А вот эти два детских садика единственные в крае, в муниципальном округе Анапы, которые газистированы сегодня Природный газ в разы сократит финансовые расходы дошкольного учреждения Более того, с точки зрения взрыва и пожара опасности, обогреваться голубым топливом гораздо безопаснее, чем дизельным Конечно, надо создавать условия для сельских жителей Это хороший пример вклада нашего предприятия в социально-экономическое развитие региона Надо поблагодарить Василия Александровича за такую активную позицию, потому что он проявляет инициативу Благодаря его инициативности, находчивости мы такие социальные объекты газифицируем И создаем условия комфортные для проживания жителей муниципального образования Анапы Наряду с «Русалочкой» в текущем году на курорте газифицировали детский сад номер 45 в станице Гастагаевской На этом реализация президентской программы не завершается В работе находятся шесть соцобъектов, в том числе медицинские и образовательные учреждения Два еще в активной стадии, благодаря Вам, в работе И что очень важно, Геннадий Павлович, еще и кадетская школа Которая в Пятихатках тоже сейчас в активной стадии работы До конца года мы ее тоже должны вместе с Вами подключить Напомним, что программа до газификации социальных учреждений начала свою работу в прошлом году На сегодняшний день на Кубани принято 66 заявок 60 договоров уже заключено Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа-регион Газовая отрасль – одно из ключевых направлений экономического развития Кубани Наряду с другими организациями региона большой вклад в это вносит филиал номер 18 Газпром газораспределения Краснодар Вот уже 65 лет анапское предприятие на передовой создание уюта в домах жителей курорта Ваше предприятие всегда вместе с нами на передовой реализации всех задач, которые перед нами стоят Которые перед нами ставит президент наш Владимир Владимирович Которые перед нами ставит наш губернатор Вениаминович Кондратьев Которые перед нами ставят наши жители Я всех вас, дорогие друзья, искренне благодарю Искренне радуюсь вашим успехам И искренне желаю, чтобы 65 лет Они будут когда-то и 100 лет, будут 165 лет Вот все те, кто будут когда-то после нас с вами Чтобы они знали, помнили и гордились теми серьезными достижениями Которые мы с вами сегодня вместе достигаем Начало истории предприятия уходит в 1959 год Через 10 лет на курорт пришел природный газ С первых дней работы и по сегодня организация только наращивала темпы реализации крупных проектов Хочется пожелать, что сегодня особенно актуально Чтобы ваш пример, ваш трудовой подвиг в какой-то смысле Стал примером для многих молодых ребят, которые сегодня принимают решения А в какую профессию им прийти Ваш пример сегодня как раз будет стимулировать ребят Принять решения, стать инженерами, стать специалистами Стать специалистами в узких профильных направлениях Это наша с вами задача Поэтому мирного неба, побед во всех наших начинаниях Ну и конечно же с Богом, с юбилеем К этому дню филиал номер 18 Газпром газораспределения Краснодар Обслуживает более 80 тысяч потребителей В общей сложности по территории курорта проложено 1600 километров сетей Уровень газификации города и района составляет 83% И эти цифры в будущем будут только возрастать Наше предприятие, как бы оно ни называлось, сегодня богато в первую очередь Трудовыми ресурсами, теми людьми, которые сегодня есть, которые работают на предприятии И качественно, самотверженно выполняют свой долг Уважаемые друзья, я еще раз хочу вас искренне поздравить с этим праздником Пожелать здоровья, благополучия вам и вашим семьям И пожелать вам новых побед, в чем я нисколько не сомневаюсь Спасибо вам за работу, праздник Во время праздника лучшие сотрудники предприятия были удостоены почетных грамот И благодарности Министерства ТЭК и ЖКХ Кубани, мэра Анапы и председателя Совета Специалистов также отметили наградами Акционерного общества Газпром газораспределения Краснодар и партии Единая Россия Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа-регион В канун праздника Дня семьи, любви и верности в ЗАГСе прошло мероприятие Семейная гостиная На мероприятие были приглашены молодые семьи, юбиляры и многодетные В многодетной семье Сулеймановых три сына и маленькая дочка Все дети занимаются спортом и творчеством Мы просто увиделись с ним, друг другу понравились, обменялись телефонами и начали общаться Я жила в Краснодаре, он жил в Анапе Это было в 2005-м мы встречались, у нас была помолвка А потом мы уже в 2006 году, 2 декабря мы поженились И вот у нас в 2007 году родился первый сын Было желание, чтобы у нас было двое детей Но потом нам очень хотелось иметь девочку У нас девочка не получилась, у нас получился Марк И мы даже себе не представляем жизни теперь без Марка И однажды у нас такая удивительная история Узнали, что у нас будет девочка Она родилась прямо на Кате на день рождения Это просто небесный подарок Нам всем 2024 год был объявлен годом семьи А семья – это дом и крепость А в доме хозяйка любовь На праздники выступили приглашенные артисты и творческие коллективы На праздники отметили семью Рязанцевых Как самую молодую заключившую союз Семью Бондарь, которая не пропускает ни одного спортивного мероприятия И всегда занимает призовые места А семья Шатохиных 5 июля отпразднует полувековой юбилей супружеской жизни Всем вам желаю также прожить столько же в ваших семьях Чтобы не было никаких невзгодов Конечно, будут и невзгоды, и что-то не совпадает Но все это должно быть внутри Поздравляю вас всех, желаю вам счастья, здоровья, благополучия Женщинам женского счастья Мужчинам нашим всего самого лучшего терпения и любви Екатерина Фролова, Михаил Григорьев, Анапа.Регион Счастливы в совместной жизни те люди, которые научились слушать и слышать Считают Геннадий Григорьевич и Валентина Александровна Это династия педагогов точных наук Воспитавшие не одно поколение, пока 52 года шли и трудились вместе На ступеньках института подошли узнать, зачислены или нет Она появилась с племянником, с маленьким Думаю, о, какая молоденькая уже сыночек есть Ну вот, потом оказалось, что это ее племянник Вот так познакомились 72-й год, сентябрь месяц, 23 сентября у нас состоялась регистрация Вместе постоянно, как говорят, 24 на 7 Потому что в одной школе работали, мы педагоги Дома вместе, классы у нас бывают одни и те же, мы об учениках Дети наши не пошли по нашим стопам Дети, можно сказать, у нас хорошие Они у нас закончили школу с медалями Мы очень дружные, друг друга поддерживаем всегда Мы собираемся все дружной большой семье На старых черно-белых фотокарточках семейного альбома Еще совсем молодые Валентина и Геннадий Сольевы Все как в кино, сюжет закрутился так, что эти молодые и красивые ребята Влюбятся друг в друга и в науку, и окажутся в Северной Африке Был в Москве, закончил курсы французского языка И в сентябре 1984 года нас отправили в Алжир Соблюдали их обычаи, и к нам отношение тоже было великолепным Их судьбы связала любовь к жизни, точным наукам и детям На двоих они посвятили преподавательской деятельности всю жизнь При этом трудовой учительский стаж продолжается и по сегодняшний день Мы исследовали теплопроводности жидкости и жидких металлов Их связь со скоростью ультразвука Измеряли скорость ультразвука И через скорость ультразвука мы определяли теплофизические параметры жидкости и жидких металлов Как всегда были курсы повышения квалификации И если что-то новое мы обязательно брали, везли, в школе применяли Я ездила на метод Шаталова, мне очень нравилось обучение по методу Шаталова Я бы сейчас к нему обучала, потому что это очень интересно для детей Выпускники и курсанты прошлых лет до сих пор с благодарностью вспоминают своих любимых преподавателей И поддерживают с ними связь из всех уголков нашей большой, огромной страны Мы всегда гордимся своими выпускниками, общаемся Есть у нас среди выпускников и научные работники Есть военные, кандидат в физико-математических наук наш ученик Мы радуемся, когда мы видим с собой наших детей и внуков Они для нас большое счастье делятся с нами Геннадий Григорьевич и Валентина Александровна Дети состоялись каждый в своей профессии, все благодаря примеру родителей А родители, в свою очередь, вложили огромную любовь и заботу И это несмотря на постоянную научную деятельность и нехватку времени За пол с лишним века совместной жизни педагоги Солиевы вывели свою формулу семейного счастья И она довольно проста – вместе 24 на 7 Не хотелось прощаться с этими добрыми, интересными, улыбчивыми людьми Удивительная семья педагогов, которые всю жизнь трудятся на благо и развитие нашей страны Екатерина Фролова, Михаил Григорьев, Анапа-Регион В Анапе прошел фестиваль уличных музыкантов Мероприятие под названием «Ритмы улиц», организованное анапским проектом «Сфера талантов» При поддержке президентского фонда культурных инициатив проходило несколько дней Творческая атмосфера объединила на курорте 90 артистов На 14 городских локациях жителям и гостям Анапы представили барабанное шоу, выступления вокалистов и танцевальных коллективов Выступление на уличных площадках для людей – это сплошной праздник Это каждый день яркие впечатления, переживания, каждый день новые Я чувствую, что я живу полной жизнью просто Играю на трубе больше 10 лет Ну, очень нравится Для меня музыка – это передача своих каких-то эмоций людям Люди приходят с удовольствием, слушают, кто-то хочет танцует, кто хочет просто отдыхает и хлопает в ладоши и двигается Огромнейшая благодарность за впечатление и эмоции музыкантам, которые здесь стоят и приносят потрясающее настроение и впечатление